В этом видео мы создадим раздел контакты и футер. Это достаточно простые разделы, в принципе по аналогии вы можете и самостоятельно их сверстать, попробовать, а потом сверить свои результаты с моими, посмотреть это видео для того, чтобы узнать какие-то дополнительные фишки, о которых я буду рассказывать, возможно почерпнете для себя что-то, что еще не было в этом курсе. Также это не последнее видео, в следующем видео я хочу немного подвести итоги, и оно будет короткое и разговорное. Там мы обсудим, то нужны ли сейчас верстальщики в 2022 году, можно ли на этом зарабатывать деньги, потому что наверняка у вас такие вопросы возникают, и как раз таки там мы все это и обсудим. Поэтому после этого видео обязательно переходите к следующему, как только оно появится, и давайте приступим к созданию этого раздела. Но перед тем как мы начнем, хочу порекомендовать вам курс Frontend Разработчик. В этот курс я вложил огромные силы и время. На Udemy, если вы знаете, он уже давно распространяется и был востребован. Много кто уже по нему обучался и были полностью довольны. Но пока на Udemy не работает оплата, я перенес данный курс на Stepik. Это наша российская платформа. Тут все прекрасно работает. А также на Stepik я создал 150 тестовых заданий, и еще много заданий по написанию кода. Это эксклюзивная практическая часть, доступная только на Stepik. Она очень сильно поможет усвоить весь материал и хорошо его закрепить. Всю подробную информацию о курсе читайте на странице с описанием. Также там есть короткий трейлер курса. Рекомендую его посмотреть. Это займет у вас пару минут. После ознакомления с подробной информацией, вы сможете принять решение, нужен вам этот курс и будет ли он для вас полезен. Сейчас курс доступен с двойной выгодой. Он объединяет в себе 6 других моих курсов по цене 3. И также специально для вас я создал промокод, который поможет еще сильнее сэкономить. Поэтому не упустите эту возможность, если решите приобрести курс. Количество промокодов ограничено, поэтому не стоит слишком сильно затягивать. Переходите на страницу описания, изучайте все подробно. Там также есть урок в свободном доступе. И подробно изложена программа курса. Что вы изучите в данном курсе, какие результаты вы получите и многое другое. Друзья, спасибо за вашу поддержку в виде лайков, комментариев, подписки на мой канал. Также переходите в телеграм, и там вы можете узнавать все раньше остальных. В закрепленном сообщении вы можете узнать всю подробную информацию. Обязательно ознакомьтесь. Ну а я же желаю вам приятного просмотра. И давайте приступим. Здесь у нас также имеется заголовок, 4 каких-то колонки. Сделаем их с помощью гридов. Потому что будет это самое простое, что мы здесь в принципе можем сделать. И они все имеют иконку. Такой вот текст. И еще здесь какое-то количество текста. Здесь оно немного выглядело другим цветом. Но в основном имеет одинаковый стиль. Давайте для начала экспортируем все эти иконки. Перейдем здесь в раздел дизайн. SVG экспорт. Назовем ее map icon. И сохраним. Далее с помощью контру я выбираю следующую. Экспортирую ее. Называю ее on icon. Сохраняю. С зажатым контру мы левой кнопкой выделяем следующую иконку. Экспортирую. Lock icon. И последнее у нас будет mail icon. И таким образом все иконки у нас извлечены. Теперь мы сделаем разметку. Это делается уже, как вы знаете, достаточно просто. По аналогии с предыдущими. Мы создаем здесь секцию. Называем ее контакты. Contacts. Внутри будет контейнер. Внутри контейнера мы создадим для начала h2. Клацаем текст h2. И также здесь будет у нас контакт h2. Текст контакты. Далее создадим здесь контакт grid. Это у нас родители для всех элементов. Далее у нас контакт item. С нами наши элементы. И сделаем для начала один элемент, а потом его просто скопируем. Они у нас все одинаковые. Кроме своего содержимого. Здесь, как вы видите, содержимое заполнено правильно. В отличие от предыдущих разделов, где просто одно и то же. Потому что здесь она немного отличается. Но в целом, логически, это то же самое. Иконка текст. Какой-то текст. И здесь везде все это повторяется. Кроме последнего раздела, нужно будет дополнительно это выделить другим цветом. Давайте немного уменьшим это. И здесь у нас будет emg. Классом contacts icon. Только здесь опечатка. Нужно тег emg у нас. Давайте класс перенесем в самое начало. Установим путь. Emg. Первая иконка у нас map icon. И здесь напишем какой-то текст. Далее у нас идет h3. И с классом текст h3. Так как этот стиль установлен у нас, у данных элементов. Здесь также он установлен у следующего текста. И у этого также он не отличается. Только здесь акцентный цвет. Поэтому мы устанавливаем h3 с этим классом. Добавляем еще один класс. Давайте скопируем отсюда contacts. И укажем здесь h3. И добавим еще один contacts h3 grey. Это у нас будет серый цвет. Нажмем tab. Укажем здесь текст адрес. Создадим еще один такой элемент. Давайте просто его дублируем. Но уберем здесь вот этот вот серый цвет. Он нам не будет нужен. И здесь укажем соответствующий текст скопированный вот отсюда. Или же просто вручную перенесенный. Обратите внимание, что здесь я добавил тег br. Он позволяет перенести текст на новую строку. То есть делает абзац. Таким образом нам не нужно здесь указывать ограничение ширины, например. Или делать два отдельных элемента блочных, которые будут на разных строках. А мы просто в одном h3 можем разделить с помощью br на несколько строк. Это в принципе удобно. Не нужно этот br использовать постоянно, везде, где-то в больших фрагментах текста. Но вот в таких ситуациях, как здесь, это можно использовать. И это нормально, потому что текст действительно здесь логически один. Просто нужно разбить его на несколько строк. В принципе, этот элемент мы сделали. Давайте скопируем теперь этот item. Настроим следующий. Они у нас будут чуть-чуть отличаться по иконке. Поэтому мы здесь укажем on icon. Здесь можем также заменить на on number. Здесь будет телефон. И укажем другой текст. Сохраним. Посмотрим, что у нас здесь получается. Видим два этих элемента. Но пока что продолжаем переносить все остальное. Давайте скопируем еще два раза. Здесь у нас будет следующая иконка. Напишем здесь график работы. Здесь у нас будет текст. Время работы. И мы скопируем также отсюда весь этот текст. И укажем его здесь вот таким вот образом. И последний наш элемент. Здесь у него будет иконка mail. Напишем alt.email. Укажем здесь также этот текст. И укажем здесь почту. Здесь мы должны будем это выделить в акцентный цвет. Поэтому давайте добавим вот такой же класс. Но укажем здесь через тире tag-tend. И мы также его дополнительно настроим. Посмотрим в html. Видим сейчас у нас здесь все. Именно то, что и должно быть. Но нужно будет придать этому всему стилю. Также давайте сразу footer перенесем. Посмотрим на него. И сделаем это следующим образом. После данной секции создадим tag-footer. Это аналогичный тег, как мы использовали header в самом начале. Он семантически нужен специально для создания подвала сайта. То есть вот этой нижней части. А header создает именно верхнюю часть, шапку сайта. Поэтому мы здесь используем footer. Можем так же как и с хедером поступить. Указать ему такой же класс. Здесь будет у нас footer с классом footer. И контейнер. Обязательно должен быть внутри. Так как здесь тоже идет у нас ограничение по ширине. Далее footer flex создадим. И внутри него давайте сделаем просто два тега p. У нас будет тег p с классом text p. Если мы посмотрим, то у него есть здесь этот стиль. И так же у второго нашего текста есть этот стиль. Поэтому мы сейчас здесь укажем такой вот класс. И еще добавим footer copyright. Это для левой части, где у нас указано название компании. И поместим внутрь текст. И давайте дублируем. Здесь у нас будет немного другой текст. Он не обязательно здесь может присутствовать. Здесь просто указано название компании, которая разрабатывала этот дизайн. Ну как бы в шуточной форме. Тем не менее мы сделаем то же самое. Но в дальнейшем, конечно, здесь может быть указано название компании, которая является владельцем этого сайта. Укажем здесь footer brand. Таким вот образом. Давайте посмотрим. И видим, что вот у нас появилось все то же самое. Символ копирайта можно скопировать, например, из фигмы отсюда. И он перенесется. Или же есть специальные символы для HTML. Покажу вам на одном примере. Можно указать вот так вот знак ampersand. Copy. Точка запятой. Сохранить. И вы видите здесь даже подсказка, что это копирайт. Вот такой вот символ. В принципе, сейчас вы увидите то же самое. Тот же самый знак копирайта. Но это специальный символ. Я его помню наизусть, потому что он, в принципе, часто используется. Есть и другие. Например, times часто используется. Это такой вот крестик. Есть какие-то стрелки. И многое другое количество разных символов существует. Все их можно посмотреть на каком-нибудь сайте. Написать. Символы в HTML. И на любом сайте открыть, посмотреть таблицу с этими символами. Вы видите все эти символы и готовые коды, которые можно использовать. То есть вы можете любой код этого символа скопировать. Например, вот такую галочку. Ставить туда. И вот она у вас на сайте здесь появится. Здесь все мелко, но можете сами попробовать. С любым символом это работает. Это дополнительная информация, в принципе, о которой я вам здесь рассказал. Думаю, будет полезной и не раз вы это еще будете использовать. Поэтому здесь мы указываем либо так, либо просто скопировав из макета, копирает, будет так же все работать. И вот теперь у нас, в принципе, готова верстка для двух разделов одновременно. Мы сейчас создали и футер, и контакты. Давайте выделим все. Нажмем Alt-X. И в стиле сам внизу вставим все, что у нас скопировано в буфер обмена. Давайте посмотрим в фигме отступы для этого элемента. Видим здесь 100. Снизу 150. Также и установим у себя. Давайте укажем здесь padding, то 0, 150. 0 по бокам, а это сверху и снизу. Текст H2 нам здесь не нужен. В контакте H2 установим текст Align Center. И также добавим ему отступ до этих элементов 60 пикселей. Поэтому установим Merging Bottom 60. И, в принципе, заголовок мы также оформили. Далее, Contact Grid у нас идет. Display Grid устанавливаем. Gap у него также 30 пикселей у этих колонок. Если вы обратите внимание, ее можно выделить всю целиком. То есть она здесь сгруппирована. И это также очень удобно. Мы можем выбрать эту группу. И с помощью Alt-а навестись на другую такую же группу соседнюю. И увидеть этот Gap. А так как у них фон прозрачный, то есть просвечивается тот белый фон сзади, то мы, в принципе, здесь не видим отчетливо какого-то конкретного расстояния, как, например, вот здесь. Но вот таким образом можем проверить, что оно действительно у нас такое же. 30 пикселей. Поэтому мы установим Gap 30 пикселей. Далее мы установим Grid Template Columns Repeat 4,1fr. То есть у нас здесь 4 столбца должно быть. Видим, что вот они уже сместились. Далее для айтемов установим максимальную ширину. Видим здесь 255 пикселей. MaxWise 255 пикселей. И также давайте TextAlignCenter сделаем, чтобы внутри текст и все содержимое у нас выравнивалось по центру. Вот таким образом. Иконку мы еще отдельно подведем. Для иконки мы установим ширину и высоту соответствующую макету. Поэтому выделим ее. Здесь мы сейчас этого не можем нормально посмотреть, так как здесь имеется какой-то такой вот размер. Это просто текст. Поэтому мы давайте установим здесь 50 пикселей. И если что, подкорректируем уже на глаз. Далее Merge 0, Auto 15. Снизу у нас будет это значение 15 от иконки. Также при необходимости его изменим. Но только минус здесь не нужен. Emmet иногда некорректно срабатывает, когда мы через defice передаем 3 параметра вот в Merge или в Padding, например. Поэтому его нужно вручную убирать. Вот этот класс нам также уже не нужен. Контакт с H3 у нас имеет X-Transform Upper Case. Для gray мы установим здесь color. Через переменную gray color. И также Merge bottom давайте установим для вот этого заголовка 25 пикселей. А для акцентного нашего заголовка установим здесь accent color. В принципе, можно было создать отдельно какой-нибудь класс accent color, например. И там вынести одну единственную строку с указанием цвета. И везде, где у нас используется выделение таким цветом, просто добавлять его в HTML. Это также было бы правильно. И возможно даже помогло бы нам оптимизировать CSS и уменьшить повторное использование вот такого вот кода, где мы часто это используем и всегда создаем дополнительный класс. Но это все не сильно важно на данном этапе. И постепенно вы сами будете замечать такие моменты и не дублировать код, а оптимизировать это все в своей работе. Давайте сейчас все это сохраним и посмотрим, как у нас все выглядит. Вот вы видите, мы сейчас сделали этот раздел. Давайте включим макет. И здесь небольшие есть отклонения. Нужно уменьшить или увеличить эти отступы. Давайте их подкорректируем. Для нашей иконки вот здесь я чуть-чуть уменьшу отступ снизу. И вот здесь также вместо 25 поставлю поменьше. Вот теперь мы видим, что все у нас совпадает. Этот раздел полностью готов. Вот так вот быстро и просто. Буквально несколько строк. И мы здесь все это оптимизировали. Также давайте сделаем для мобильной версии. Скопируем вот эти два фрагмента. И вот здесь мы укажем следующий код. Для контакт с грид мы укажем два столбца на таких экранах средней ширины. А для маленьких экранов мы установим один столбец. И также давайте контакт с item возьмем. Добавим вот здесь в двух местах с помощью альта курсор. И установим здесь следующее значение. Мы установим max width 100%. И здесь. И также здесь. В принципе можно было не устанавливать повторно тут. Потому что если мы установили на 1280, все что меньше будет применяться так же вот эти стили. Но мы можем установить повторно. И сейчас посмотреть как это будет выглядеть. Давайте отключим наш плагин. Видим на планшетах у нас два столбца появляются. И все выглядит корректно. А на узких экранах смартфонов один столбец. И все идет друг по другу. Вот таким образом. Они занимают всю ширину, а не 255 пикселей. То есть 100% в какой бы экран ни был. Если он 500, то занимает 500. Если поуже, то занимает доступное ему пространство. И таким вот образом мы сделали контакты. Теперь быстро оформим футер. Он максимально простой. Поэтому здесь нужно буквально пара стилей. Для футера мы устанавливаем padding 30.0. Это все мы смотрим опять-таки здесь на макете. Видим, что здесь 30 пикселей сверху и снизу. Background color устанавливаем dark color. Также мы видим это здесь. А сам цвет текста мы установим белый. Здесь используется белый цвет и тут, и с этой стороны также. Поэтому мы установим var white color. И в принципе футер у нас настроен. Для футер flex ставим display flex. И space between. Установим для justify content такое вот значение. Вы уже знаете, что оно просто разделяет элементы на две половины. На левую и правую. Если их будет, например, три, а не два, как мы это раньше уже видели. То они будут просто разделены равномерно, чтобы между ними оставались одинаковые отступы. Везде, с каждой стороны. Поэтому мы установим здесь такое значение. TextP нам здесь не нужен. Два вот этих элемента мы можем оставить пустыми, потому что для них тоже не нужны никакие индивидуальные стили. Теперь скопируем также медиазапросы. И установим здесь для футера padding 30 и 15. Как раз таки те самые 15 пикселей, которые мы устанавливали везде для всех разделов на ширине 1280 и меньше. А вот здесь для футер flex мы установим flex direction column. Для того, чтобы у нас элементы стояли не рядом с друг другом, а шли один под другим. И посмотрите, что у нас получилось. На больших экранах у нас все выглядит таким вот образом. Можно проверить это на соответствие. Видим, что все совпадает у нас по нашему макету. А на экранах поменьше. Это у нас появляются здесь дополнительные отступы по 15. А на совсем маленьких. Они просто встают друг по другам. И так будет выглядеть намного приятнее. Потому что если экран будет, например, 360 пикселей, то как вы видите, здесь справа уже места не остается. И мы сделали это таким образом. В принципе, сейчас мы можем уже полностью проверить, что все сделано корректно. Не видим никакой горизонтальной полосы прокрутки снизу. Все элементы у нас стоят отлично. Можно это все вручную проверить, просмотреть. Также рекомендую вам попробовать разные устройства здесь повыбирать, поменять ширину вручную и посмотреть, как это выглядит на разной ширине экрана. И после того, как вы уже убедитесь, что все у вас корректно, или же что-то будет требовать дополнительной доработки, и вы это исправите, то после этого можно считать, что макет сайта полностью завершен. Также не лишним будет проверить это в разных браузерах, для того, чтобы точно удостовериться, что наша верстка выполнена качественно, и будет везде одинаково красиво отображаться. В следующем уроке поговорим о профессии верстальщика, насколько она востребована, и можно ли на ней зарабатывать деньги в 2022 году. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно переходите к следующему уроку, как только он появится. Также не забывайте про мои социальные сети. Подписывайтесь, если еще не сделали этого. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok